Методика иноязычного образования. Курс 2. Лекция 7. Тема лекции. Образовательная программа уровневого ранжирования по общеевропейской системе уровневой модели иноязычного образования. План лекции. Первый вопрос. Европейская система уровней. Второй. Уровни А1, А2. Элементарное владение. Basic use. Уровень выраживания. Предпороговый уровень. Третий вопрос. Уровень В. Самостоятельное владение. Independent user. Пороговый уровень. Пороговый продвинутый уровень. Четвертый вопрос. Уровень С. Свободное владение. Profession user. Уровень профессионального владения. Цель и задачи. Изучить европейскую систему уровней. Рассмотреть особенности уровня А1, А2. Особенности уровня В. И особенности уровня С. Таким образом. Европейская система уровней. При разработке элементарной системы уровней проводились обширные исследования в разных странах. Методики оценки опробовались на практике. В результате пришли к согласию по вопросу о количестве уровней, выделяемых для организации процесса изучения языка и оценки степени владения. Существует 6 крупных уровней, которые представляют собой более низкие и более высокие подуровни классической трехуровневой системе, включающие в себя базовый, средний и продвинутый уровень. Схема уровней построена по принципу последовательного разветвления и начинается с разделения системы уровней на 3 крупных уровня А, В и С. С. Уровень А. Элементарное владение. Basic user. Уровень А1. BXW. Уровень выживания. А2. Предпороковый wastage. Уровень предыдущей таблицы. Пороковый уровень, видите, обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять участие в беседе. Аккуратно использует набор конструкций. Может высказываться понятно, несмотря на то, что паузы для поиска с грамматическим и психическим единицами отметны. Может начинать, поддерживать, завершать беседу на 1, если тема обсуждения знакома, нитуально и значима. Может также связать несколько достаточно коротких, простых предложений в линейный текст, состоящий из 6 пунктов. Пороковый, продвинутый уровень. Обладает достаточным словарным запасом слов. Демонстрирует достаточно высокий уровень контроля грамматической правильности. Может порождать высказывание определенной продолжительности с достаточно ровным темпом. Может начинать беседу, вступать. Также использует ограниченное количество средств связи для соединения отдельных высказываний в единый текст. В практической деятельности можно акцентировать внимание на определенном наборе уровней и определенном наборе категорий в зависимости от конкретных целей. Такая детализация позволит сопоставить модули обучения друг с другом в системы общей европейской компетенции. Вместо выделения категории, лежащей в основе речевой деятельности, может потребоваться оценить языковое владение на основе отдельных аспектов коммуникативной компетенции. Видите таблицу уровень профессионального владения. Владеет широким спектром языковых средств, позволяющих ясно свободно в рамках соответствующих стиле выражать любые свои мысли на базе количества, большое количество тем, профессиональных, общих, повседневных, не ограничивая себя в выборе содержания высказывания. Постоянно поддерживает высокий уровень грамматической правильности. Ошибки здесь редкие, практически незаметны и в их появлении немедленно исправляются. Также способен бегалым спонтанным высказанным практически без усилий. Кладко естественное течение речи может быть замедлен только в случае сложной, малознакомой темы для беседы. Может отобрать подходящее выражение из широкого арсенала средств ведения дискурса, использовать его в начале своего искания с тем, чтобы получить слово, сохранив позицию, говорящую за собой, связать свою реплику с репликами собеседника, продолжив обсуждение темы. Также может встроить ясное, непрерываемое паузами правильно организованное высказывание, показывающее уверенное владение организационными структурами, служебными частями речи и другими средствами связности. Следующий уровень – уровень С2. Здесь демонстрирует гибкость, формулирует мысли при помощи разнообразных языковых форм для точной передачи оттенков значения, смыслового выделения. Осуществляет постоянный контроль за правильностью сложных грамматических конструкций, даже в тех случаях, когда внимание направлено на планирование последующих высказываний на реакцию собеседников, способен к длительным спонтанным высказываниям в соответствии с принципом разговорной речи. Также общается умело, с легкостью, практически без сотруднений, понимая такие невербальные и интонационные сигналы. Может принимать равноправное участие в беседе без сотруднений, ссылаясь на разную обсуждаемую информацию, которая должна быть вообще известна другим участникам. Также умеет строить организованные речи, правильно и полно используя большое количество разнообразных организационных структур, служебных частей речи и других средств связи. Осмотренные выше таблецы оценки уровней составлены на основе банка иллюстративных дескрипторов, разработанных и проверенных на практике, и впоследствии проградуированных по уровню в ходе исследовательского проекта. Шкалы дескрипторов основываются на подробно разработанной системе категории для описания того, что значит владение, использование языка и кого можно назвать владеющим языком пользователем. В основе описания лежит деятельностный подход, но в нем устанавливается взаимосвязь между использованием и изучением языка. Пользователи и изучающие язык рассматриваются как субъекты социальной деятельности, то есть члены социума, решающие задачи, не обязательно связанные с языком в определенных условиях, в определенной ситуации, в определенной сфере деятельности. Лечевая деятельность осуществляется в более широком социальном контексте, который определяет истинный смысл высказываний. Деятельность-подход позволяет учитывать весь диапазон личностного характера человека как субъекта социальной деятельности, в первую очередь когнитивные, эмоциональные и ролевые ресурсы. Таким образом, любые формы использования языка и его изучения могут быть описаны в следующих терминах. Использование его изучения, включая действия человека в процессе выполнения которых, он развивает ряд компетенций, общую коммуникативную. Обеспечиваете решение задачи в различных условиях с учетом различных ограничений, используя виды деятельности, процессы в действиях, направленных на порождение или восприятие текстов, в связи с определенными темами и сферами общения, с изменением соответствующих стратегий. Учет этих процессов коммуникативных коммуникантами ведет к дальнейшему развитию и модификации этих уровней и компетенций. Таким образом, компетенция представляет сумму знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия. Общие компетенции не являются языковыми, они обеспечивают любую деятельность, включая коммуникативные. Коммуникативные языковые компетенции позволяют осуществлять деятельность из более не языковых средств. Контекст – это набор, а спектр событий и ситуативный фактор, на фоне которых осуществляются коммуникативные действия. Речевая деятельность – это практическое владение, применение коммуникативной компетенции в определенной сфере общения, в процессе восприятия или порождения устных и письменных текстов, направленных на выполнение конкретной коммуникативной задачи. Виды коммуникативной деятельности предполагают реализацию коммуникативной компетенции в процессе смысловой переработки, создания одного или более текстов в целях решения коммуникативной задачи, решения в определенной сфере деятельности, общения. Текст – это связанная последовательность устных и письменных высказываний, порождение понимания которых происходит в конкретной сфере общения, направленное решение конкретных задач. Под сферой общения понимается широкий спектр общественной жизни, которым осуществляется социальное взаимодействие. Примедительное к изучению языка здесь выделяется образовательная, профессиональная, общественная и личная сфера. Стратегия – это выбираемый человеком курс действий, направленный на решение задачи. А задача – это целенаправленное действие, необходимое для получения конкретного результата, решения проблемы, выполнения определенных обстоятельств, достижения поставленной цели. Таким образом, концепцией многоязычей является определяющей в подходе Совета Европы проблем изучения языков. Многоязычие возникает по мере расширения в культурном аспекте языкового опыта человека от языка, употребляемого в семье, до владения языками других народов. Человек не хранит эти языки обособленно друг от друга, а формирует коммуникативные компетенции на основе всех знаний и всего языкового опыта, где языки взаимосвязаны и взаимодействуют. В соответствии с ситуацией индивидуум свободно пользуется любой частью этой компетенции для обеспечения успешной коммуникации с конкретным собеседником. Партнеры также свободно могут переходить с одного языка или диалекта на другой, демонстрируют способность каждого выражать мысли на одном языке и понимать на другом. Человек может использовать знания нескольких языков, чтобы понять текст, письменный или устный на языке, который он ранее не знал, узнавая слова, имеющие сходное звучание и написание нескольких языков в новой форме. С точки зрения цель языкового образования меняется. Здесь совершенно на уровне носителя языка овладение с одним или двумя или даже тремя языками, взятыми отдельно друг от друга, не является целью. Целью становится развитие такого личностного репертуара, где есть место всем лингвистическим уровням. Последние изменения в языковой программе Совета Европы направлены на разработку инструмента, с помощью которого преподаватели языков будут способствовать развитию многоязычной личности. В частности, европейский языковой портфель представляет собой документ, в котором может быть зафиксирован и формально признан самый разнообразный опыт изучения языка и межкультурного общения. Таким образом, вопросы для закрепления. В чем суть образовательной программы с уровнем ранжирования мельчевых типов и форм коммуникации устной и письменной по шести параметровой шкале общеевропейской языковой концепции? В чем суть образовательной программы пятиуровневой языковой обученности национального стандарта? И следующая литература.